Сегодня на рынке труда особо востребованы медики. Их не хватает в поликлиниках и стационарах. Особо нехватка ощущается в поселковых амбулаториях. С 2013 года в республике работает программа «Земский доктор». По ней более 300 врачей республиканские власти обеспечили работой, жильем и миллионом рублей. Из мирного рассказывает Наталья Николаева. Утренний обход, процедуры, заполнение документации. Рабочий день молодого врача Натальи Михалёвой расписан по минутам. Она и нам даёт интервью на ходу. А ещё ведь нужно успеть на приём в поселковую амбулаторию. Спокойная, уверенная, внимательная. Она всегда готова прийти на помощь. Врач молодая, молодой специалист, очень внимательная. Хорошо относится. Вообще хорошо, всё хорошо. Стать врачом – мечта детства. Якутский мединститут окончила с красным дипломом. Мирный оказался местом работы её будущего мужа. Нисколько не сомневаясь, сама добилась распределения. Определиться с выбором помогла и программа «Земский доктор». Детский сад, квартира в новом доме, любимая работа. И миллион, куда потратит, уже знает. Я с пятого курса уже договаривалась с Мирницкой ЦРБ насчёт вакансии как участковый терапевт. Потом, после окончания интернатуры, в 2016 году, я приехала уже приступить к работе, и меня направили в Алмазненской врачебной амбулатории в посёлке Алмазный как участковый терапевт. Условия были как квартира, жильё и как «Земский доктор». В Якутии программа «Земский доктор» помогла многим врачам определиться с выбором места работы. В республике этот проект привлёк в сельские больницы более 300 докторов. В Мирницком районе, Мирницкой центральной районной больницы на сегодняшний день работает по этой программе двое. Молодой специалист Михалёва, она работает участковым врачом-терапевтом в посёлке Алмазный. Также, получается, она работает по совместительству врачом-стационара номер два терапевтического, тоже находящегося в посёлке Алмазный. Другой специалист уже практически три года у нас работает, Осипова Зинаицафроновна. Это заведующий участковый врач-терапевт в селе Орлах. Несмотря на статус поселковой, в Алмазнинской больнице постоянно принимают лечение до 30 больных. Лечатся здесь не только жители Алмазного, но и Орлаха, а также Мирного. При отсутствии мест в Мирницкой центральной районной больнице пациентов отправляют сюда, в Алмазный. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».